День добрый. Продолжая тему лиан, нельзя не вспомнить про хмель. Если вы не знали, то хмель это двухдомная лиана, причем с очень большой скоростью роста. За лето она может достигнуть 7-8 метров. Считается, что она агрессивна, но для того, чтобы быстро задекорировать гараж, забор или беседку – это ведь то, что нужно. В отличие от черешковой гортензии, плеща или некоторых видов винограда, у нее нет приспособлений, которые могли бы взбираться растению по отвес на стене. Хмель оплетает опору, причем исключительно по часовой стрелке. А как красиво эта лиана с крупным ажурным листом и с висающими вниз шишками, остающимися висеть до поздней осени. Существует всего два вида хмеля. Один – многолетний, хмель обыкновенный. Как раз его используют в пивоварении. Второй – это хмель японский. Безумно красивый, но это однолетник и абсолютно бесполезен для пивоваров. Кстати, на заметку пивоварам. Как все представители семейства коноплевых, хмель – двухдомное растение. Для пивоварения нужны женские экземпляры. Несколько слов об условиях посадки и агротехники. Хмель считается неприхотливым и абсолютно нетребовательным в уходе. Однако любит легкие суглянистые почвы и нуждается в дополнительном поливе в жаркий период. Каких-то особых сроков посадок у хмеля нет. Весна или осень? Как вам будет удобней? Только не поленитесь делать хорошую посадочную яму. На зиму лиана отмирает, но весной очень быстро отрастает снова, достигает внушительных размеров. Целиком лиану на зиму не срезаем. Прошлогодняя лоза является дополнительной опорой, по которой хмель очень быстро отвоевывает свои позиции. Вроде бы все хорошо, но как всегда есть подвох. А подвох заключается в том, что я не знаю, где хмель можно купить. В советские времена его можно было встретить почти на любом советском участке, а вот сейчас даже и не знаю. Но если у ваших соседей или друзей есть хмель, то грех этим не воспользоваться. Берете лопату и приживаемость однолетних корней у хмеля крайне высокая. Особенно у корешков около двух сантиметров в диаметре. Только помните, хмель удивительное растение, но с ним нужно работать в перчатках. Его четырехгранный стебель покрыт мелкими острыми шипами. Царапины долго не заживают, ну и возможно аллергическая реакция. Вообще о любом растении можно говорить очень долго, а о хмеле в особенности. Ведь что первое приходит в голову при его упоминании. Правильно! Пиво! Жаль, история не сохранила имя человека, которым первый стал добавлять хмель в пиво. Случилось это где-то еще в восьмом веке. Вопреки общему заблуждению, хмель не вызывает опьянения. Он придает пиву аромат и дает небольшую горчинку, а еще выполняет функцию консерванта. И пиво может храниться до полугода. Но хмель это не только пиво. Он еще крайне вкусен и очень аппетитен. Молодой хмель жарят на масле или сливках и он чем-то напоминает споржу. Говорят, что в Бельгии его готовят лучше всего. Медицина также не обошла своим вниманием это растение. Он является одним из компонентов волокордина. Неплохое, легкое, успокаивающее. Самостоятельно лекарства готовить не рекомендую. А вот подушку набить свежими шишками хмеля можно. Говорят, что даже мухи засыпают, пролетая над этой подушкой. На этом все. До скорых встреч. Увидимся. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!